Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. С чем именем у тебя ассоциируется упругость Вова? Настюха Сысоева, наконец-то я тебя нашел. Знаменательный и числительный, я не знаю. 7 на 8 сколько? 7 на 8. Тебе чувствуешь себя тупой. Друзья, всем привет. В школе каждый из нас проходил кучу правил, теорем, разнообразных законов. Часть из этого была реально сложная, труднозапоминающаяся, занудная, но были и простые вещи. Так вот сегодня все мои 5 вопросов будут про простые вещи, про правила, теоремы и законы. Напоминаю, что за 5 верных ответов я всегда плачу 1000 рублей и в принципе можем стартовать. Друзья, каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра, а мы погнали работать. Кстати, сегодня будет реально разнообразный состав участников. Привет, я Снайл, мне 16. В девятом классе учусь, это скоро сканчиваю. Снайл. Снайл, Снайл. Снайл. Да. Это что? Это же ник, который я придумал когда-то лет в 9. Просто ходил по квартире и думал, что я иногда путаю М и Н. Ты такой ходил, типа? Да, думаю, ник какой-нибудь. Снайл. Нет, я думаю, какой-нибудь придумайте, думаю о том, что я М и Н путаю часто. То есть ты хотел быть Смайлом сначала? Смайл Фейс. Данил, ты немножко растерялся? Нет, конечно. Прямо. Конечно? Я всегда нормальный. Иногда бывает чуть-чуть шальное чувствуется. Бывает. А Владимир, здравствуйте. Давно не виделись. Ну, если честно, никогда. И слава яйцам. Что? Сколько лет назад эту школу закончили? Получается 22. Что-то осталось? В голове? Егор. Чуть громче. Чуть увереннее. Чуть артистичнее. Все. Понял. Меня зовут Егор. Ну, браво. Сейчас. Векшен. Векшен Кирилл Олегович. Ты серьезно? Да. Вот как ты думаешь, что-то вообще выйдет у нас с тобой? Я думаю, вряд ли. Настюха Сысоева. Наконец-то я тебя нашел. Приятно познакомиться. Куда Сысоева ездила-то? Сысоева? Сысоева куда-то ездила. Твоя подруга? Да, Настюха Сысоева. Она куда-то ездила. Там столица на букву А. Что-то такое. Я помню, мы с Сысоевой сидели на географии. Сысоева какая-то, это вообще легенда уже стала. Да, Настя Сысоева легенда. Я занимаюсь операторством. Я оператор. И я рисую. Оператор станка? Оператор камеры. С теоремами как? Дружишь? Не особо. Так, нормально? Там, по-моему, какое-то пивко было разлито. Я почувствовал запах старого пива. Вопрос. Вспомните закон Ома? Вова, можно на ты? Легко, я вообще не гордый. Хорошо, Вова. Закон Ома сможешь назвать? Не, откуда? Ом — это ток. Верно? Нет, неверно. Хорошо. А ток — это Ом? Я не уверена. Сила тока. Не знаю. Закон Ома. Первый вопрос. А дальше только хуже будет, да? У меня с физикой не дружу и с химией. Физики у нас нет, так что... У вас нет физики? У нас нет физики. Вообще офигеть. Ну смотри, ты знаешь силу тока. Дальше что там было? Не помню. А силу притока? Нет. Законовано, но самая база как бы такая. База, видимо, не моя. Я стрёмный бомж, блядь. Эй, Пифагора-то помню, что у него там штаны во все стороны равны. Ну, я не стремлюсь быть физиком номер один. А вот в чём ты стремишься быть номер один? В жизни. Закон, ну, короче, в цепи постоянного тока на каком-то участке у нас напряжение равняется силе тока, умноженном на сопротивление на этом участке. Если не ошибаюсь, это I равно U поделить на R. А если прям вот словами? Ну, стила тока равна отношению напряжения на сопротивление. Нормально, зачтём. Векшен Кирилл умный человек у нас оказывается. Да. Это приятно. Я не просто умный, я взял все раз по физике, поэтому побольше вопросов по физике. Все раз по физике? Да. Ты крут парень. Друзья, момент. Я совершенно не хочу говорить о том, что каждый обязан знать закон Ома. Нет. Но при этом всём в школе очень часто возникали моменты, когда приходилось что-то учить просто для галочки. Для одобрения родителей, для получения хороших оценок. Но когда мы становимся взрослыми, мы можем сделать уже абсолютно осознанный выбор. Выбирать то, что по душе и переставать учиться чему-то просто ради соблюдения формальности. Например, освоить востребованную профессию, где вы можете видеть и влиять на результат своей работы. А если вам нравится четкий и сознательный подход, а также, если вы хотите измерять свои результаты в четких метриках и цифрах, вам подойдет профессия Traffic Manager. Простым языком, Traffic Manager – это тот специалист, который может настроить рекламу под любой тип бизнеса. Это может быть большая корпорация или наоборот небольшой локальный стартап. Эти специалисты разбираются в каналах привлечения аудитории и умеют среди миллионов найти тех, которые заинтересованы в том или ином товаре или услуге. Поэтому любое предприятие, которое хочет увеличить продажи, ищет специалиста для привлечения трафика. Стать Traffic Manager можно всего лишь за 4 месяца в онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс.Практику. И скажу сразу, чтобы понять, подходит тебе эта профессия или нет, у ребят открыта бесплатная часть курса, где ты сразу сможешь попробовать себя в реальных задачах. Вы запустите рекламу через рекламный кабинет ВКонтакте, узнаете, кто такой Traffic Manager и чем он занимается, разберетесь, какие навыки и инструменты нужны специалисту по управлению трафиком. Так вы сможете сделать осознанный выбор и перейти на платную часть, на которой вы научитесь запускать контекстную и таргетированную рекламу, анализировать ее эффективность и приводить клиентов, не сливая деньги. После обучения карьерный центр Яндекс.Практику.Ма поможет собрать портфолио, сделает сайт-визитку, а также научит, как искать работу в найме и первые проекты на фрилансе. Я думаю, вы понимаете, что учиться нужно не для галочки, а для трансформации. Получите новую цифровую профессию в Яндекс.Практику.Ме. Переходите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код. И не забывайте, это шанс стать востребованным специалистом. О чем гласит переместительный закон умножения? Смотри, вопрос, который тебе не нужно что-то знать, помнить, просто подумать головой. Ты сейчас трезвий же? Худо-бедно относительно. Похмелье же в счет не идет. Подумай логически, чистый вопрос на логику. Это она есть? Да, конечно. Отличная? Хорошая. Не скажу. Серый, думай, ну пожалуйста, ну что происходит? Да, не знаю. Переместительный. Что можно перемещать в умножение? В умножение? Знаменательный и чистительный, я не знаю. 7 на 8 сколько? 7 на 8. Еще сложнее стало. Какая-нибудь геометрическая прогрессия? Перемещение в умножении. Что здесь может быть? В чем загвоздка? Ну, не в чем. Гений. 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 Хорошо, по-другому скажу. 8 на 7 сколько? Ты сейчас поменял просто местами. От перестановки мест относительно оператора умножения у нас в результате меняется. А, Б равно Б, А. Ну, между А и Б. А умножено, Б равно Б умножено А. Да? Да. То же самое, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Согласен. То же самое и в умножении. Все, Владимир, как бы да. Ну, как-то вот так. Все это. Слово яйцам я, сука, умный! Что ты сказал? Ну, в том, что, как бы, если менять множители, то произведение не поменяется. 9 умножить на 7, сколько будет? Это будет 63. Да. Условно А умножаем на Б, Б на А, то же самое. А 8 на 3 сколько будет? 24. 3 на 8? Тоже 24. Я тебя услышал, мы едем дальше, молодец. А сейчас будет момент, который мы вынесем на суд вам. Некоторые участники дали вот такой ответ. 4 умножить на 5, сколько будет? 20. 5 умножить на 4? Тоже 20. Это перестановки слагаемых. Ну, немножко не слагаемых, а множителей. Сумма мест. Вернее, как спл***. Перемена мест слагаемых. О чем гласит переместительный закон умножения? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Меня зацепило слово «слагаемые», поэтому этот ответ я решил не зачесть. Справедливо или нет, решаете вы прямую совершенно любую критику, свое мнение можете написать в комментариях. Бывает, мечтаешь о прекрасном, а получаешь вообще не то. Ожидаешь одного, а встречаешь совсем другое. А бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Вопрос. Для чего нужна теорема Виета? Сейчас, секунду. Векшен задумался. Сейчас, теорема Виета. Без понятия. Теорема Виета. Блин, чувствуешь себя тупой. Ну, по-моему, это что-то в треугольнике, когда мы из геометрии. Нет, не из геометрии? Подумай, пожалуйста, вот. Я искуплю таких умных, не знаю. Виета, это фамилия. Я догадался, что не имя. Кому-то было бы стеремно с таким именем. Векшен не должен здесь ошибаться. Да. Я... Сейчас. Но другой Векшен. Тоже справедливый человек, поэтому не подскажет тебе. Так, теорема Виета. Окей. Может, это для расчета корней квадратового многочлена? Нет? Сейчас. Теорема Виета, это как дискриминант. Благодаря ней можно найти х1, х1, х2, это что? Это какие-то числа, которые... Ну, как это... Вот в уравнении есть? В подавленном уравнении? Что есть? Что мы ищем? Мы ищем х. Х это что? Х это число, неизвестное число. Хорошо, нормально. Корни уравнения я хотела тебя услышать. Да. Корни, корюшки. Без дискриминанта найти... Красенька СССР очень хорошо. Ты говоришь, что что-то с математикой не так у тебя. Может быть. Есть, Настя, пустые слова. Теорема Виета нужна для быстрого нахождения корней квадратного уравнения. Ну, есть через дискриминант, есть через теорема Виета. Особая... Помолчи, пожалуйста, на этом хватит. Ну, корни многощелина поможешь найти. Точно, теорема Виета. Вот, вспомнил, вспомнил. Если у нас квадратный многощелина выглядит так, типа АХ квадрат плюс БХ плюс С, то его корни это что-то там... Короче, корни квадратного многощелина позволят найти. Это правильный ответ? Сюда! А как тебя зовут? Алена. Алена, а что ты сказала? Я знаю, вот дискриминант. По дискриминанту бывает по Виета. А ты умный человек? Ну, наверное. Ну, наверное или точно? Ну, я сам себя оценивать не буду. То есть зрители оценят? Срители оценят, давайте. Оцените меня от 1 до 10. По умности. Оцените сна его, пожалуйста. Энергия не возникает из ничего. Она превращается из одной формы в другую. Что я сейчас сказал? По-моему, ровно то, что ты сказал, ты и сказал. В принципе, логично. Знаю, не могу вспомнить. Как обычно, блин. Ну, как обычно, да. Определение. А вот чего? Какой это закон? Све. Света. Новикова. Это второй закон Ньютона. Или первый, или второй, или третий. Второй, второй. Пусть будет второй. Снаил. Да. Е равно МЦ квадрат. Ты что сейчас сказал вообще? Теория относительности, но... Что ты делаешь снаил? Я отвечаю. Я отвечаю на вопросы. Хреново ансваринг снаил. Что? Неправильно, что ли? Ток. Перемен... Ну, чтобы... Так, хорошо, нет. Вру. Из какой формы в какую она может превратиться? Ну, из какого... Из усилия на что-то. Или... От усилия в... В энергию, я не знаю. В усиление. В усиление. Первый закон Ньютона. Снаил. Что? Что? В этом законе, Лиза, что-то сохраняют? Энергию я не знаю. То есть, твой ответ? Энергия. Пусть будет так. Вот Мария Полякова знает точно. Нет, пожалуйста, не надо. Я уже не смогу искать Марию Полякову. Точно знает Мария Полякова. А я могу дать ее номер. Мария Полякова обязательно ответить на этот вопрос. Кто это? Закон сохранения энергии. Это правильный ответ. А на кого оно еще? Просто ты как-то слишком издалека зашел. Такая, я как бы так и захожу всегда. Ты сам ответ зазвучил. Ну как бы вот, вот. Ты же себя называешь бомжом? Кто-то же должен быть дураком. У тебя есть бомж-дурак. Бомж-дурак умнее, чем школьники, которые участвуют в нашем видео сегодня. Закон сохранения энергии. Кирилл Векшин, у тебя 4, ответы из 4. Последний вопрос. Твоя судьба. Что делает? Решается. Да, моя судьба решается. Деформация, возникающая в упругом теле, прямо пропорциональна силе упругости, возникающей в этом теле. Как называется этот закон? Два слова тебе надо. Деформация, силу и упругость. Чей закон? Нет, я не знаю. Упругость, деформация, ученый. Вот прям, оно прям сразу же все вяжется. Это что-то не особо. С чем именем у тебя ассоциируется упругость, Вова? Синжелин Меджелин. Вот, вот теперь это закон Ньютона. Или нет? Или нет? Я вообще не представляю. А можно варианты ответов? Нет. С физикой очень и очень. А с математикой при этом хорошо, ты сказал? Ну, более-менее вроде бы было. То бишь, ты кто? То я и не гуманитарий, и не технарий. Ну, а кто? Кто я? Данил. Я не знаю. Тюхас из своего. Никакие не ваши ньютоны. Наши? Нет. Ну, это не ньютон. Я понял, о чем ты. Ответ в нишнем должен заключаться. Закон ГУ? Человека звали ГУ? Как называется, Кирилл, этот закон? Закон ГУ? Гук. Гук? Слышу о такого? Конечно. В принципе, знаешь, если в голове возникает Роберт? Гук. Верно же? Вадим, он Роберт? Я тоже не знаю. Слушай, ну если Роберт, то мое почтение. Мое почтение. Ну, ты попробовал. Я смелился. Да. Ну, блин, смотрю видосы и как-то обычно 80% ответов я отдаю. А тут что-то пошло не так. Но я не расстраиваюсь. Я думаю, в следующий раз. Я сегодня проиграю. Но завтра, может быть, выиграю. А может быть и нет. Но я все равно не буду сдаваться. Не, ну в целом, вообще, я хочу сказать про этого человека. Очень хорошую фразу. У нас... Какой? Очень хорошую... Человек-то какой? Не, действия. Бук? Вы. А, я! Вот. То, что у нас историчка, которая ведет историю ее сознания, она у нас... Такой человек, который задает такие мини-провережные по ДЗ, да, и она никогда не повторяет вопросы. Вообще никогда. А я повторяю. Вот. Поэтому я говорю, ты уж хороший человек, вообще лайк. Спасибо тебе, Снайл. Снайл.